Отстаивать праведность и справедливость из страха. Разве это правильно и справедливо? Что действует на людей лучше страха? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами, как всегда, Кин, и вы готовы услышать Зов Ада. Зов Ада. Что бы вы делали, если бы знали точную дату и время своей смерти? Бились в агонии на протяжении отведенного срока? Или оторвались бы на полную катушку? Или же ничего не поменяли бы в своем расписании жизни? Именно с этими мыслями приходится жить некоторым жителям Кореи, к которым снизошел ангел и огласил срок, по окончанию которого их ждет неминуемая, жестокая и мучительная смерть с последующим отправлением души в ад. Да-да, именно так. Грешники отправятся в преисподнюю. Или же не только грешники. Зов Ада. Что ж, как я упоминал ранее, корейский сериал-отограф на Netflix разбушевался не на шутку. То и дело выдавая нам все больше и больше годноты. И вот, как по мне, Зов Ада вышел самым настоящим эталоном качества из всех вышедших проектов. Вот это неожиданность. Объясню, почему я так думаю. Дело в том, что первым качественным корейским проектом на Netflix лично для меня стал «Милый дом». И хоть Дорама мне не особо понравилась, и я этого не скрываю, мне понравилось, что в ней была оригинальная идея. Хоть и реализованная со всратым графоном и литражами крови. Следующими стали «Алиса в пограничье» и «Игра в кальмара». И несмотря на довольно крутой визуал, идея в них была далеко не новой и местами даже подзаезженной. Ну круто же. С ума сошел? И вот как раз таки Зов Ада бьет по всем сильным сторонам этих проектов. А именно, качество визуала, графики и идеи. Да, безусловно, можно сказать, что монстры вышли здесь довольно мультяшными. Но они появляются не так часто, как те же монстры из «Милого дома». А поэтому их в расчет не берем. А вот что берем, так это реалистичность травмы ссадин, которые выглядят реально больно. Именно поэтому вместо кадров с ними я вставляю свою рожу, чтобы YouTube не забанил это видео. Да, в «Милом доме» тоже есть и ссадины, и травмы, и кровь. Много крови. Очень много. Прям заводы кетчупа. Именно поэтому она не вызывает нужного эффекта. Плюс мы имеем оригинальную идею. А именно, обычно я сталкиваюсь либо с откровенным стебом религии, либо с сюжетами, где высшие силы или хотят уничтожить мир, или спасти его. А главный герой или помогает им, или мешает. Я так понимаю, близится? Армагеддон. Да. Зов Ада, что очень круто. Деконструирует эти сюжеты. По сути, высшие силы в сериале не так и много, буквально не больше минуты в каждой серии. И она скорее выступает фитилем, подводящим к взрыву общества, отчаянно начинающего верить в придуманные ими же законы. Что, само собой, приводит к массовой истерии, фанатизму и попытках на этих законах заработать. Расскажи о своих грехах. Расскажи о своих грехах. Также, что интересно, в сериале нет главного героя, помогающего или противостоящего высшей силе, так как центр внимания постоянно смещается, а после трёх серий так и вообще происходит таймап, перескакивающий на несколько лет вперёд, вследствие которого стираются, казалось бы, важные поначалу сюжетные линии. Так вот и получается, что при всём вышесказанном мы имеем сериал с оригинальной идеей в качественном оформлении. Также должен отметить, что данный сериал ну никак нельзя назвать развлекательным. За время просмотра всех шести серий я поймал себя на мысли, что я даже ни разу не улыбнулся. За исключением последней серии. А эмоциональные качели в сериале раскачиваются от интригующих тоскливо-депрессивных до откровенно шокирующих. Шокирующих настолько, что порой, и я сейчас абсолютно серьёзно, я, человек с лёгкостью смотрящий хорроры, при просмотре некоторых моментов закрывал глаза. Но не от вида монстров, мозгов наружу или скримеров, которых в сериале вообще не было, а от показа человеческой жестокости. Но бегите, вам не спрятаться. Конечно, это может я такой восприимчивый, но на некоторые сцены мне смотреть было реально больно, настолько они были натурально жестокими. Например, сцена с матерью-адвокатессы. Эй! Выходи, поговорим. Я не буду её показывать или описывать, но если вы её посмотрите, или какую-нибудь похожую сцену из сериала, то напишите в комментариях, как вы её восприняли. Мне реально интересно. Что касательно минусов, то тут помимо всратого визуала «Ангела и чудовищ», которых, в принципе, можно было не показывать, а сделать их, например, невидимыми, как Цербера в Супернатуралах. Но всё-таки, скорее всего, я понимаю, почему они сделали их видимыми. Они хотели запоминающийся маскот, они его получили. Также из минусов могу отметить такой момент, но он относительно спойлерный. Поэтому, если не хотите его знать, то ставьте сейчас на паузу и переходите вот на это время. Всё? Все перешли? В общем, лично для меня минусом стала некая незавершённость. А именно, в конце так и не дали никаких не то что ответов, а даже намёков на то, почему вообще, в принципе, всё это началось. Реально ли это бог приходит к людям? Или же кто-то за этим стоит? Ничего. Ни намёков, ни ответов. Либо же я их не понял. Я всё понимаю, задел на второй сезон и всё такое, но вообще никаких ответов не дать. Довольно странно. Этот мир принадлежит людям. Только люди должны им управлять. Во всём же остальном, минусов я не увидел. Хорошие актёры. Есть один переигрывающий, но это его образ. Грим в сериале на высоте, а сюжет затягивает, не отвлекаясь на проходные моменты. Конечно, если вам не по душе тема религии, культов, сект и прочего в кино и сериалах, то, в принципе, можете пропустить. Хотя я всё же рекомендовал бы глянуть для общего осведомления. Выбора нет, ясно? Мы должны бороться дальше. И на этом предлагаю подвести итог. Новая корейская дорама, которую, к слову, я вообще не хотел смотреть поначалу, смогла меня завлечь настолько, что все шесть серий я просто пересмотрел в один присест, не отрываясь. Хорошая игра актёров, грим и нетривиальный сюжет отлично смогли передать одну простую мысль. Дай людям благую весть, и это превратит их в монстров. Теперь по основным характеристикам. На момент выхода ролика имеется один полноценный сезон. Слухов о продолжении пока что не поступало, хотя сезон закончился с явным намёком на второй сезон. Количество серий в сезоне — шесть. Продолжительность серии — 50 минут. Смотрел в озвучке от HD резки. Вообще, я начал понимать, почему люди всё больше любят корейские сериалы. В них нет упора на современные тренды. Сюрприз! Вот так сюрприз! И создатели думают не о том, как вписать ориентацию персонажа в сюжет, а о самом сюжете. Да и сам факт появления такого сериала можно назвать чудом. В эпоху, когда все на всех обижаются из-за одного неправильного взгляда. Выкатить сериал, выставляющий верующих как безумных фанатиков, можно назвать довольно смелым решением. Ну а вас я попрошу написать в комментариях, будете ли вы смотреть сериал, или уже посмотрели, и как он вам. Ну а на этом у нас всё. Спасибо, что смотрели сегодняшний... ...выпуск! И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А ещё не забывайте про колокольчик. Ну а в описании я оставлю ссылки, по которым вы можете поддержать канал, чтобы его не утащили в ад. Также я оставлю основную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы периодически выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и если мне не огласят дату, то увидимся в следующей серии. Пока. Ты же бросила! Зачем мне бросать, если я всё равно скоро умру? Если кто-то пожалуется, скажи, что жжёшь благовонье за мою душу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok